То, что здесь будет происходить в воскресенье, даже представить себе страшно. Мало того, что Манон Леско в Большом театре еще никогда не ставили, так еще и в главных партиях Нетребко и Вазов самая яркая и знаменитая пара в оперном мире. Владимир Урин перед оркестровой репетицией то и дело посматривает на часы. Будто сам не верит, что вот-вот исполнится его мечта. Дело в том, что заполучить Анну Нетребко Большой пытался давно. И Манон Леско Пучини – это именно ее выбор. И то, что билетов на премьерные спектакли давно нет и не будет, во многом ее же заслуга. Хотя вся команда, работающая над спектаклем, по-настоящему звездная. От режиссера до дирижера. Я невероятно счастлив, что дебютирую в Большом с двумя великими артистами – Анной и Юсифом. Они не просто артисты, они еще и мои близкие друзья. Я испытываю к ним невероятное уважение, хотя они в нем и не нуждаются. Еще как нуждаются. Оказывается, мировые звезды перед премьерой в Большом сами переживают. Если какой-то певец вам говорит, что он перед Манон Леско не волнуется, не верьте ему. Волнуемся еще как, потому что это сложная публика, это сложный театр. Анна Нетребко во время репетиции ввела свой дневник. Регулярно выкладывала фотоотчеты, признаваясь, что думает не о сложностях театра, а о том, правильно ли поняла режиссера. Нам, конечно, нужно работать над образом, над глубиной характера, то, что он очень сильно с нас требует. Оперная дива старалась не зря. Режиссер накануне премьеры доволен. Манон не просто его дебют в Большом. Это признание в любви к опере и к Анне. Вы как любите, невиданного и певица, и артистка замечательного, удивительного. Ну, это все-таки ваша Манон, она про что? Про красоту, про любовь, про смерть, про что? Про любовь, веру и смерть. Стоило на сцене появиться главным героем, произошло нечто невероятное. Не было больше ни занавеса, ни оркестровой ямы, ни мыслей о бренности мира, только страсть двух влюбленных. Не зря Анна выбрала для дебюта в Большом Пучине. Именно на репетициях Манон в свое время она познакомилась с Юсифом. Потому и страсти, кипящие на сцене, тут же передаются в зал. Юную прелестницу Манон одни любят, другие содержат и расслевают. Она сама, словно кукла, пытается всем доставить удовольствие, но по пути лжет, теряет, обретает, в результате умирает. Эту постановку нужно смотреть умеючи. Во-первых, музыка даже после финальных аплодисментов будет еще долго преследовать. Настолько хороша. А во-вторых, даже брутальным мужчинам понадобятся носовые платки. Слезы катятся сами собой. Проверено.